Экипажи Конаковского внедорожного клуба направления продолжают испытывать свои автомобили на прочность. Не так давно наши земляки покоряли непростую дистанцию трофи-рейда в Дубне, а в эти выходные сами принимали гостей из других городов. Соревнования по GPS-ориентированию спецназ «Трофи-2017» дались не просто многим спортсменам. О том, кому удалось не завязнуть у болотной жижи и вылезти сухим из воды, расскажем далее. На этот раз местом проведения летних состязаний на призы внедорожного клуба направления была выбрана деревня Тарлакова. Эти глухие и болотистые места предовещали для участников сложную, но интересную для прохождения трассу, а для зрителей – увлекательное зрелище. Сложности различные могут быть, особенно так как я был в том году, знаю, какие бывают здесь сложности. Люди тонут, их спасают, так что и сегодня, я думаю, будет не лучше. Всего более десяти экипажей отважились выйти на старт гонки по GPS-ориентированию. Особенность ее заключается в том, что каждый участник по полученным координатам должен найти точки, расположенные в самых непредсказуемых местах, и сфотографироваться рядом с ними. Побеждает экипаж, собравший максимальное количество точек. Проще всего брать точку, а ты приехал к ней первый. То есть трасса не разбита, к точке можно подъехать. Подъезжать вторым, третьим уже довольно сложно, поэтому штурманы должны грамотно проработать маршрут, чтобы брать точки последовательно и в зависимости от сложности баллов. То есть есть точки простые, к которым можно легко подъехать, есть точки сложные, к которым придется разложить сантреки, применить лебедки, ну и все свое мастерство, прежде всего голову. Пока автомобили в категории «Стандарт» стартовали на прохождение 30-километровой дистанции по лесам и болотам, наиболее подготовленные экипажи категории «Туризм» штурмовали преграды специально подготовленного участка. Обычно он представляет собой непреодолимые, на первый взгляд, крутые спуски и подъемы во вражеской местности. Нередко прохождение осложняется наличием воды. На этот раз глубина карьера достигала полутора метров. Прежде всего здесь проверяется слаженность и взаимопонимание в работе штурмана и пилота. Несмотря на трудности, возникшие в процессе прохождения дистанции, все экипажи смогли успешно добраться до финиша. Если в категории «Стандарт» в тройку лидеров вошли экипажи из Кимор, Твери и Калязина, то в категории «Туризм» на пьедестал почета смогли подняться конаковцы, уступив пальму первенства киморским спортсменам.